Танки «Леопард», боевые машины пехоты, ударные вертолеты «Тайгер» в Литве прошли крупные военные учения сил НАТО под названием «Квадрига-24». Солдаты стран Альянса учились отражать штурмы врага, эвакуировать с поля боя раненых и защищаться от химических, радиационных и других атак противника. В основном тренировки сфокусированы на оттачивании навыков быстрого реагирования в случае вступления в силу пятой статьи договора НАТО. Она гласит, при атаке на одно из государств блока нападение воспринимается остальными участниками Альянса как агрессия против всех. Мы все, Германия, Литва и другие страны НАТО, готовы и способны защитить каждый дюйм территории блока. С севера на юг, с востока на запад, 24 на 7. Такие учения проходят ввиду непрекращающихся угроз Кремля и его пропагандистской машины в сторону Европы, в частности Польши и стран Балтии. Эти учения дают четкий сигнал сдерживания для России, а также выступают подтверждением немецкой надежности и решительности для наших союзников, особенно здесь, в Литве. Кроме того, это знак нашему немецкому обществу, что Бундесвер предпринимает решительные шаги как для обеспечения национальной безопасности, так в вопросе и обороны Альянса. В учениях приняли участие войска из 32 стран НАТО. Однако основной упор был сделан на то, чтобы подготовить немецких военных к оперативному перемещению на восточный фланг в случае нападения России. Для сухопутных войск Германии это самый масштабный тренинг после начала полномасштабной войны России в Украине. У нас есть от 5 до 8 лет, пока российские войска смогут возобновить свой потенциал до того уровня, когда нападение на территорию НАТО окажется возможным. Я еще раз делаю акцент на слове «возможным». Но для меня, как военного, это значит, что через 5 лет я должен быть к этому готов. Мы предприняли уже многое и продолжаем делать все необходимое с целью наращивания наших ресурсов для армии, чтобы мы могли оснащать войска и проводить учения. В мае в Литве также проводилась боевая подготовка совместно с американцами. А уже на июнь запланированы международные учения «Балтопс», на которых ожидается участие 10 тысяч солдат из разных стран. Это будет наиболее крупное военное мероприятие в стране за всю историю современной Литвы. Его главная тема – безопасность в Балтийском море.